Здравствуйте, с вами снова Экви-менеджмент с Витой Козловой. Сегодня мы запланировали поговорить с вами об организационной структуре КСК. Итак, напомню, мы приняли осознанное решение создать конно-спортивный клуб. Мы выбрали цель-звезду, которая будет вести нас по пути реализации стратегии. И мы знаем, что стратегия – это продукт работы команды, так как спущенные сверху стратегии, как правило, не жизнеспособны. Окей, у нас есть команда единомышленников, ведь КСК невозможно создать в одиночку. И теперь нам нужно решить важную задачу – создать из команды друзей организационную структуру. Сегодня, по прошествии без малого 30 лет с момента создания клуба Продар в Чешской Республике, я могу сказать, что понимание важности этого этапа пришло ко мне далеко не сразу. Этот опыт стоил и седых волос, вот приходится теперь их красить, и многих разочарований. Но это был бесценный опыт, и сегодня я хочу поделиться им с вами. Возможно, кому-то это поможет в практической работе. Итак, что представляет из себя любая без исключения организация? Многие ответят – команда специалистов по определенным направлениям, и будут неправы. Организация – это не люди, это функции. Конкретнее, целый набор специализированных функций, которые, согласованно взаимодействуя, выполняют сотрудники или целые подразделения организации. Что же есть функция? Это определенный вид деятельности. Например, функция менеджеров-координаторов клуба – встреча гостей на ресепшн, запись на занятия, взаимодействие с членами клуба. А функция конюха – обеспечение чистоты в конюшне, кормление лошадей, уборка денеков. И у каждой функции есть конечный продукт, результат ее качественного выполнения. Внимание! Конечный продукт функции – не процесс выполнения работы, а именно результат. Организация не будет полноценной до того момента, пока все обязательные для ее успешной деятельности и развития функции не будут распределены между сотрудниками, которые должны четко знать конечный продукт своей функции и функции своих коллег. В первые годы своей истории клуб «Радар» не был полноценной организацией. Мы были просто командой приятелей конников, толком не распределивших между собой обязанности. Каждый отвечал за все и ни за что конкретно. Зато нам было весело, но лишь до того момента, пока мы не осознали, что мы не можем системно производить конечный продукт своей коммерческой деятельности. Увлекаясь, собственно, процессом подготовки лошадей к продаже, мы или упускали вопросы работы с потенциальными клиентами и поставщиками, или вдруг вспоминая, что хорошо бы провести мероприятие по продвижению бренда, увлекались его организации в ущерб другим процессам. Мы состоялись как организация только тогда, когда наконец-то четко распределили функции и обеспечили должное взаимодействие между ними. Ведь очень важно видеть, как внутри организации происходит движение энергий по достижению результата каждой из функций, его передачей следующей и так до конца цепочки, где и происходит обмен общего конечного продукта на деньги. Наблюдая за этим движением, я усвоила свой первый менеджерский урок. Исключение даже одной из функций организации может остановить весь поток производства. Например, если водитель автобуса для перевозки лошадей не справится с доставкой лошади к месту проведения соревнований или клиенту, и ее здоровью при транспортировке будет нанесен вред, все усилия бирейтера и других членов команды пойдут на смарку. Второй мой урок был в том, что общий успех зависит не от самого продуктивного сотрудника, а, к сожалению, от самого нерадивого, в результате действия или бездействия которого организация может потерпеть фиаско, и самый прекрасный специалист останется без работы. И, наконец, третий и, пожалуй, самый болезненный урок. Если руководитель не способен видеть, где в данный момент в производстве конечного продукта самое узкое место, он с большой вероятностью будет делать ошибки. И если слабым звеном окажется, например, сотрудник, отвечающий за рекламу, вы можете подготовить к продаже с десяток прекрасных здоровых лошадей, но никто никогда не узнает об их существовании. Равно как и в том случае, если вы разрекламировали свой продукт и к вам приехал завидный покупатель, а лошади не в порядке и не готовы к показу. У немцев есть поговорка на этот счет – никакая цепь не может быть крепче своего самого слабого звена. Пожалуй, еще стоит добавить, что любая функция, не закрепленная за сотрудником, становится функцией руководителя. И в этом зачастую кроется причина его перегрузки, что, безусловно, отразится на темпах и качестве развития организации. Это был упрощенный пример. Поскольку в начале своей истории клуб «Продар» занимался подготовкой и продажей лошадей, наша цепочка производства конечного продукта была несложной. А вот когда мы переехали в Москву и создали большой международный конный клуб, где уже было 70 сотрудников и функции были четко разделены на технологические и административные, меня ожидало следующее открытие. Чем меньше организация, тем сложнее в ней работать и сотрудникам, и руководителю. Ведь в маленькой компании каждому из нас приходилось брать на себя десятки разнородных функций и совмещать трудносовместимые виды деятельности. В итоге потребовалось разобраться, какие функции являются технологическими, то есть непосредственно связаны с производством конечных продуктов, в нашем случае услуг, а какие административными, то есть обеспечивающими технологические функции хорошим управлением, юридической защитой, охраной, финансами, продвижением и множеством других вещей. Неудивительно, что на первом этапе клубы больше сосредоточены на технологических процессах, но с ростом организации, как правило, обнаруживается, что узким местом являются именно административные функции. Интересно, что они значительно хуже и труднее поддаются управлению и создают больше всего проблем. Например, на конюшни коновод не переложат на тренера чистку или седловку лошади, а тренер не порочит конюшнику закончить вместо него тренировку. Но когда дело касается административных функций, перекладывание работы и ответственности – обычное дело. Сколько раз на меня перекладывали принятие окончательных решений в вопросах найма кандидата на должность или приоритетности в оплате счетов? Таким образом, следующий усвоенный мной урок заключался в том, что специалисты технологических функций лучше понимают свой ценный конечный продукт и лучше владеют навыками, то есть технологиями, его производства. А вот с административными функциями все значительно сложнее. Когда клуб делает свои первые шаги, нет возможности на каждую функцию назначить отдельного человека, и еще долго их приходится совмещать. Кроме того, с ростом организации выполняемые обязанности меняются, и нужно вовремя менять представление сотрудников о сути его функции, чтобы обеспечить точное понимание, каков должен быть результат его работы. Вот мы и подошли к главному. Чтобы все это сделать в рамках конно-спортивного клуба, нужно иметь точное представление обо всех жизненно необходимых ему функциях. Когда я показываю схему орг структуры клуба «Продар» коллегам, которые обращаются с просьбой поделиться опытом, на первый взгляд она кажется громоздкой. И вопрос, который я часто слышу – где же взять столько людей и обеспечить их заработной платой? Тогда я поясняю, что орг структура – это не штатное расписание, это схема функций конно-спортивного клуба, отражающая их взаимодействие. Именно она позволяет видеть, как лучше распределить обязанности и где конкретно требуется расширение. Без функциональной орг структуры мы будем заниматься определенной функцией только тогда, когда проблемы с ней начнут оказывать разрушительное действие на всю организацию. Если мы не будем смотреть на организационную структуру КСК как на единый механизм, работа будет напоминать тушение пожаров. Но когда проблемы станут настолько явными, что не замечать или игнорировать их невозможно, как правило, будут потеряны и время, и деньги. Интересно, что наличие функциональной орг схемы позволяет всем сотрудникам клуба увидеть, что иногда важные усердные специалисты на деле оказываются совершенно непроизводительными. Неудивительно, что именно они, как правило, и саботируют, препятствуют внедрению орг схемы в процесс управления КСК, понимая, что при наличии этого инструмента старания и преданность не позволят им годами ездить по ушам, не давая результата. Разумеется, невозможно начертить организационную схему и сразу заполнить ее людьми. Все будет зависеть от жизненного цикла клуба и вашего товарного портфеля, то есть какие именно услуги вы предоставляете. Об этом мы обязательно поговорим уже в следующем цикле проекта Экви-менеджмент. А пока семь основных подразделений, то есть семь основных функций, точная последовательность выполнения которых, собственно, и приводит к созданию конечных продуктов, услуг фонно-спортивных клубов. Однако начнем мы в обратном порядке с подразделения номер семь, с офиса владельца, так как именно здесь появляются идеи, определяющие цель звезду и направление развития клуба. Успех организации будет зависеть от того, насколько успешные цели родились здесь. Это подразделение стоит над всеми остальными, и его результат, его конечный продукт – успех всей организации. Теперь функция номер один – подразделение построения. Ее задача – эффективное распределение функций между сотрудниками, повышение их производительности посредством обучения, добавление новых сотрудников, если того действительно требует поток производства, и обеспечение высокого уровня взаимодействия между подразделениями организации. Функция номер два – подразделение обеспечения. Данное подразделение отвечает за то, чтобы организация была обеспечена постоянным доходом, достаточным для успешной деятельности и развития. Поэтому именно здесь находятся функции продвижения маркетинга и продаж. Функция номер три – подразделение финансовое. Управление активами, оборудованием и имуществом клуба. Здесь происходит сбор и учет всех денежных поступлений, а также формируется отчетность. Руководитель этого подразделения еженедельно составляет предложение по распределению средств и выносит на одобрение руководства клуба. То есть именно здесь аккумулируется энергия в виде денег, зарабатываемых клубом, которые направляются на развитие организации. Функция номер четыре – технологическое подразделение, где непосредственно производятся продукты клуба, услуги, входящие в товарный портфель. Здесь трудятся конюхи, коноводы, тренеры, ветврачи. После того, как продукт ими произведен, определяет, соответствует ли он внутренним стандартам, функция номер пять – подразделение квалификации. Как правило, клубы имеют добрые намерения и стремятся предоставлять услуги высокого качества. Но если нет подразделения, которое отвечает за их качество и сервис, организация постепенно будет деградировать, что снизит продажи и повлечет повышение усилий по продвижению. Придется проталкивать услугу клиентам и к тому же еще улаживать недовольство, чтобы сохранить репутацию клуба. Поэтому функция квалификации занимается качеством, сервисом и соответствием стандартам на постоянной основе. И, наконец, функция номер шесть – это подразделение пиар, формирующее положительный имидж клуба для целевой и контактной аудитории. Может сложиться мнение, что данная функция дублирует вторую, занимающуюся продвижением. Но это не так. И разницу понять очень просто. Если вы хотите, чтобы в ваш клуб пришло много новых членов, вы организовываете рекламную кампанию и можете точно оценить ее эффективность, посчитав расходы на нее и количество привлеченных клиентов. Этим и занимается функция номер два. Если кто-то остался доволен занятием с тренером – это заслуга функция четыре. Но эти люди уже пришли к вам в клуб и оценили качество его услуг. Тогда как задача функции номер шесть – подразделение пиара – создавать положительные отношения клубу не у тех, кто уже там был, а у огромного количества людей, которые потенциально могут его посетить или сотрудничать. Ошибки в этой последовательности приведут к сложностям, так как номера функций символизируют замкнутость цикла. Если в клубе нет оргсхемы, охватывающей все семь функций, сами функции от этого никуда не исчезают. Просто некоторые из них будут выполняться бессистемно. А в результате пострадает качество услуг и, как следствие, репутация бренда. Кстати, в следующий раз мы поговорим именно о брендах и о том, как можно убить компанию пренебрежением к брендингу или превратить ее в имя нарицательное, как, например, ксерокс, унитаз, кеды, джип, фен, одеколон, акваланг и даже магнитофон и термос. Если проект Экви-менеджмент интересен вам, а информация, которую мы предлагаем вашему вниманию, полезна, ставьте лайки, чтобы это видео попало в рекомендованные. Тогда его сможет увидеть еще больше конников, которым оно, собственно, и адресовано. С вами была Вита Козлова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!